Друзья, сбитая собака, приехали ребята МЧС, молодцы, сразу, приехали люди неравнодушные, спасибо огромное вам, друзья, вот, вызвали, позвонили мне, ребята, да, маленький, не бойся, мой хороший, сейчас, встать не может, у него очень сильно опухшие бедра, скорее всего, или сломанные бедра, или таз сломан, спина углом не стоит, не похоже, но, ребята, надо думать все равно, что подозрение есть, что спинальник, но пока, ребята, гадать не будем, сейчас отвезем на рентген, и только потом будет что-то ясно, ну что, ребята. Аккуратно, да, 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 тихо, мальчики, все, аккуратно возьми, раз, бери, раз его, так, взял, аккуратненько, ребята, давайте, наверное, машину откроем к вам как-нибудь. Она здесь недалеко, он как раз на выезд. Я понимаю, что недалеко. Да, да, ясно. Она уже более-менее, мне кажется, спокойно. Тише, 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 аккуратненько. Тише, мой зайцы, тише, мой хороший. Вот, мордочку перевязываем, чтобы не покусала, потому что собака агрессирует. Тише, мой хороший, тебе помочь хотят, не бойся, не бойся, мальчик, не бойся. Что-то у меня панель нанесут. Ну, на фанере она прям сюда не залезет. Ну, так, я без фанеры. Без фанеры тогда. А фанеры тогда у вас. Так, а люди, кроме вам, вот здесь рукой отмечают. Обратно люди заберут их. Ну, я вижу, на фанер все обратно. Да, а скажите, они троем к вам подмешиваются? Нет. Значит, вы тогда туда их отвезете? Все, отлично, отлично. Тихо, малыш, тихо, тихо. Тише, тише, тише. Тише, тихо, малыш, тише. Что ты не хочешь засыпать, а, ребенок? Может, маленькая для нее тут? Нормально, врач. Улица Маркова, вот, в клинику улицы Маркова повезем. Они говорят, на фанеру не поместятся, Валентина. Вон, у них некуда класть фанеру. Вомя, там он туда. Они вот так, без фанеры положены. Хорошо. Давай, съела. А как вы его заносите, тогда на дьявол? А то фанеру с собой возьмете. Мы ее сейчас боком поставим, фанеру, боком. Все, отьява, простили, отьява. Аккуратненько, аккуратненько. Так, подожди, сможешь? Девочка. Тише-ка. Тише-ка. Опа, а то он туда залезет. Можешь, аккуратно? Ну, пусть. Томер под тебя, пожалуйста. Он снимет повязку, пока доедем, потом мы его сюда не вытащим. Так, ребят, кто может довезти на своей машине? Не довезем. Она перегнется, да. Так, кто может на своей машине хотя бы до клиники довезти? Давайте, да? У вас в багажник поместится? Давайте тогда фанеру. Вон ее трясет. А фанеру не положили туда? А где фанера? А, вот, давайте фанеру. Ребят, ложите фанеру. Давайте фанеру. Ложите, пожалуйста, там в багажник. Он плачет. Она плачет прям. Да, ну, хорошая флюз. Конечно, ребята, больно, ребят. Аккуратно, доложим. По крайней мере, отсюда он у нас никуда не денется. Все, тише, ну, лучше лежи. А, тише, 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 тише. Тихо, тише, тише. Сейчас, закрадите. Да он не выберется. Не выберется, вряд ли. Все, спасибо большое. Все, все, Валентин, вы свои забрали вещи у меня? Доехали до клиники. Как он там? Ты мой хороший, да, сейчас, сейчас мой хороший. Сейчас, 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 не дергайся. Сейчас, девочки, возьмем кровь. Не бойся. Откручу ее все равно обработать надо будет. Она вся в клещах. Тише, малыш. Тише, моя девочка. Все будет хорошо. Ну, почему у нее задняя часть не двигается? Вот это мне тоже. Вроде бы все проверили. Все. И болевые ощущения слабые. Кровь сдали. Сейчас ждем. Какой будет ответ? У собаки слабая болевая чувствительность. Именно слабая. И вот это место у нее, хотя снимки ничего не показывают, но вот это место у нее не шевелится. Объяснить это не можем. Предположение, да, ребят, предположение есть. Был сильный удар чем-нибудь, возможно, даже лопатой. И потом собаку выкинули. Потому что собаку, оказывается, обнаружили на садовом участке. Уже в таком положении. И люди просто вывезли ее со своего участка и бросили на обочине. Это выясняются сейчас подробности. То есть собаку не сбивала машина. Это дело рук человека. Что с собакой, пока не знаем. Вот. Еще, ребята, у нее обрублен хвостик. И у нее, ребята, обрезаны ушки. Какая мразь измывалась над щенком или над взрослой собакой, мы не знаем. Но это, ребята, дело рук какой-то твари. Не до человека. Все, что возможно, ребята, мы постараемся сделать. Чтобы помочь и облегчить страдания. Но почему собака не чувствует вот эту часть? Придется делать собаке коты. Чтобы обнаружить, где у нее что. Почему непроходимость. И почему у нее так сильно? Друзья, мы не боги и не ангелы. Но прийти на помощь злому существу, это в природе каждого доброго, нормального человека. Мы пытались помочь Аргоне. Ребята, к сожалению, мы сделали все, что могли. Но ее сил не хватило. Малышку кто-то избил на участке, а потом выволок на обочину дороги. Вокруг много неравнодушных людей. Хороших, нормальных, добрых. Приехала даже МЧС. Хорошие ребята. Совместно мы пытались помочь девочке. Она была очень испугана. Вертелась на передних лапах, а вот попу поднять не могла. В результате все-таки мы отвезли ее в клинику. Сделали снимки. Удивительно одно. Рентген переломов не показал. Но ребенок чувствовал себя плохо. Его потряхивало. Поэтому было решено сделать ей КТ. Ребенка отправили. Очень надеялись. Так как она начала даже с рук кушать. К сожалению, друзья, мы смогли только довезти ее до клиники. Там, на месте, когда ей сделали легкий наркоз, чтобы сделать снимки и обследовать, у малышки просто остановилось сердце. Мы не могли сделать больше того, что мы сделали. Сообщать такие новости очень тяжело, очень трудно. Светлая радуга. Аргония. Такими роликами мы чтим память тех, кому мы не смогли помочь. Это по-человечески, ребята. Это правильно. И тем более цена и дорогая. Ваша дружба. Ваша поддержка. Ваша помощь. И пусть мы не смогли помочь Аргоне, но она ушла тихо и спокойно, не брошенная, не избитая. Друзья, как бы больно не было, как бы трудно не было, я призываю вас, мои хорошие, давайте оставаться людьми. Надо сохранить человечность и тепло в наших душах. Не проходите мимо чужой боли, потому что однажды помощь может понадобиться вам, а все в этом мире возвращается. Вся ваша доброта вернется к вам также. Добра вам, люди. И самая искренняя благодарность от имени всей лохматой души и всех ее обитателей. Спасибо за то, что все эти годы вы с нами. Простите, друзья, за беспомощность. Простите. 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 Продолжение следует...